Приветствую вас дорогие наши зрители, башня фантазии. Отправляйтесь вместе в свое фантастическое приключение, сетевая ролевая игра с открытым миром в научно-фантастическом приключении. Tower of Fantasy, действие которое происходит на сотни лет в будущем в далекой планете, а Ида теперь официально доступна в Steam. Игрушка полностью бесплатна, ММО против игроков по сети и так далее, так далее, так далее, так далее, так далее, так далее, много всего и вся. По отзывам в основном положительно, почему и решил я на нее глянуть. Вышло на 20 октября 2022 года. Давайте перейдем, я уже зарегался, конечно же, как всегда, все на английском языке. Кто-то говорит, что это просто очередная какая-то хрень, подделка, недоработка, либо еще что-то. Ну, конечно же, есть много языков, кроме русского, куда же без этого. Так, ну что, Эдден, Южная Америка, Азия. Вот Европа. Ну, допустим. Да. Сервер Андроматича, сервера не работает, японская хрень. А какие работы сервера? Ага, отключены, отключены. А где какие сервера работают? А то, где все сервера и отключены. Шикарное начало. Все сервера не работают. А есть что-нибудь? Пресет и лук. Так, это понятно. Это снаряжение. Кастомизация, я имею в виду. Играем чисто аниме. Одежда. Повеска. Так, в целом, это что? А, это щеки. То есть, тут все тоже, короче, понял, регулируется. Чисто щеки, щеки, щеки. Фон, размеры. ЛДЖФ понятно. Это кастомизация полностью. Маркерс можно отдельно. Всякие штуки, дрюки сделать. Ну, ладно, это понятно. Это мы все поняли. Ай. Супер. Да, сохранил. Как начать, не начнешь, потому что сервера не работает. Обалдеть. Неужели игра уже полетела? Уже все. Только начали уже. А, в смысле? Ну. По сути, зеленые, вот они. Они должны разными цветами гореть. Но здесь ни хера не работает. Все, получается, не работает. Ни Южная Азия, нигде. Можем попробовать перезайти в игру. Так, language. Ну-ка, давайте попробуем выйти из игры и попробуем зайти. Так. Проходим. Идет запуск. Ага, опять, говорит, вход. Давайте войдем, ничего страшного. Так, прошу прощения, черный экранчик пока. Не, ну стой, ну может быть вообще просто зарегаться здесь надо? Я просто через Google пытаюсь войти. Потому что он просто не работает. Попробовать. Может чисто так формально. Так, ну вот мы заходим. И launch. Давай попробуем зайти. Посмотрим, может быть прогрузка пройдет все-таки хоть какая-то. Блин, ну мне просто очень хотелось посмотреть на нее возможности. Но и так запуститься я не смог. Прекрасно будет. Может быть сейчас проканает эта система. Ну, бывают там какие-то сбои, либо еще что-то. Либо попробовать зарегистрироваться. Ну, не через Google войти, а просто зарегаться. И... Нет, все, сервак опять не работает. Сервера вообще не работает. Пробуем, короче, зарегаться. Пока отключим. Хотите ощутить настоящий дух соперничества? Проверить свою реакцию? Провести слаженные командные действия, чтобы победить? Тогда эта моба игра для вас. Теодарт. Российская игра в жанре 3D-моба, вобравшая все лучшие механики зарубежных аналогов. Множество разнообразных игровых режимов позволяет объединить от 2 до 24 игроков на локации одновременно. Здесь есть где разгуляться для прокачки и изучения красивейших игровых просторов. В бою используется система без прямого выделения объекта мыши Non-Target. Эпичные сражения, осады замков, разнообразные истории, персонажи, множество типа брони и оружия. Ну вот, я сейчас зарегался с почтой и сейчас цистерим опять. Даже поставил не Россию, он Россию публиковал, я поставил Соединенные Штаты. Посмотрим. Так, Велком, так, 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 сервера опять горят. Естественно. Но, может быть, хотя бы хоть что-то теперь будет работать. Все, либо сервера все полетели, либо, я не знаю, дурдом страны. Тогда это будет примерно вопросительный на ролик. Здесь всегда так? Вообще, кто-нибудь успел поиграть? Игра полетела? Или что с ней? Я просто не понимаю. Напишите в комментах, пожалуйста.